Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня будем с вами готовить очень вкусный, очень полезный и очень ароматный салат. Салат из свеклы, который готовится легко, просто, а съедят за одну минуту. Погнали! Это на самом деле очень вкусный и очень полезный салат. Нам понадобятся две небольшие свеклы, грецкий орех, базилик, тимьян, орегано. Это у меня овечья брынза, сливочное масло, буквально грамм 25 и оливковое. Свеклу буду нарезать кубиком. Салат на самом деле готовится легко, просто. Сейчас убедитесь. Так, нарезаю вот таким вот кубиком, красиво, чтобы наш салат выглядел аппетитно. Отправляем сковородку на плиту, добавляем оливковое масло, пару столовых ложек и добавляем также кусочек сливочного масла. Все, и обжариваем нашу свеклу. Я буду обжаривать. Ее можно также запечь или просто отварить. Но мне нравится именно этот способ. С добавлением именно специй. Ароматизируем нашу свеклу для салата. Она так намного вкуснее. А вы уже смотрите, я даю идею. А вы уже готовьте так, как вам нравится. Обжаривать свеклу буду где-то минут 6-7. Она должна слегка помякнуть, но оставаться в тот же момент хрустящий. Прошло 5 минут. Добавляю специи тимьян, буквально пол чайной ложки. Базилик. Орегано. Перемешиваем. Выключаем нагрев и оставляем еще на 1 минуту. Пока остывает наша свекла, нарежем овечью брынзу. Также кубиком нарезаем. Можно также орешки поджарить. Будет вдвойне вкуснее. Просто измельчаю. Они у меня просто сушеные. Теперь смешиваем все наши ингредиенты в большой миске. Шеколка. Добавляем нужное количество брынзы. И добавляем грецких орехов. Аккуратно перемешиваем. И отправляем уже в салатницу. Ну все, пробуем. Очень вкусно. Сочетание сладкой свеклы и соленой брынзы с добавлением орешков. Обязательно приготовьте такой салат вместе со мной. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. А также подписывайтесь на мою страничку в инстаграм. Ну и конечно же, делитесь этим рецептом с друзьями. И конечно же, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok